Всем привет! Вы, наверное, заметили, что на канале давно не было обновлений, и я скажу честно, что последнее видео, которое выходило, я записывала неделю за две до того, как я его выложила, и потом у меня просто не было времени ничего снимать, и на самом деле до сих пор ещё нет ни времени, ни, честно говоря, силы желания это делать. Очень странная ситуация, когда у меня есть о чём снимать, у меня есть некие обязательства перед вами и перед некоторыми другими чуваками, но каждый раз, когда у меня выдаётся свободное время для того, чтобы сесть перед камерой в выходной или после работы, когда ещё достаточно света и продолжительности светового дня, чтобы что-то снять, Я думаю о том, что мне нужно встать перед камерой и понимаю, что мне лень, мне не хочется подниматься, мне не хочется говорить, это практически на физическом уровне, когда ты просто чувствуешь, что ты хочешь молчать, поэтому я просто на какое-то время разрешила себе ничего не делать. Примерно так же на какое-то время мне хочется прекратить читать книги вообще и не касаться их, но, к сожалению, я не могу без чтения, просто потому что чтение доставляет мне удовольствие. Другой вопрос, что не все эти книги, которые я читаю, я хочу продолжать читать. Это немного о грустных новостях, потому что, честно говоря, с подобной мотивацией мне всё меньше и меньше хочется снимать какие-то видео, и дело даже не в том, что, может быть, они где-то набирают меньше просмотров, или не в том, что мне они не нравятся, видите, я поменяла ракурс, и я очень сильно боюсь, что видео окажется в расфокусе. Моя камера периодически меня сильно подводит, и я просто не понимаю, по какому принципу она выстраивает фокус, и как вообще это делать, вот, и много чего ещё. Поэтому я разрешила себе выдохнуть, подумать над тем, чем я вообще хочу заниматься, и хочу ли я снимать, хочу ли я вести книжный инстаграм, потому что с книжным инстаграмом всё ещё хуже. Я не хочу превращать свой инстаграм, он личный книжный блог, потому что мне не нравится формат блогстаграма. То, что я хотела бы говорить о книгах, не влезает в то количество символов, которые там есть, вот. И я думала над тем, как вернуть себя в блог, и зачем я вообще этим занимаюсь, и поняла, что мне нужно снять это видео, поэтому я его снимаю, и, как вы видите, тут что-то поменялось. То есть я придвинула, я поставила камеру на окно. Оказалось, что это очень клёво, но я подозреваю, что она уловит какие-то звуки, которые идут снаружи, там улица, и она довольно шумная. И опять же я думала о том, как мне сказать то, что я хотела сказать, и о чём я вообще должна была сказать. Пришла к выводу, что это видео будет о страхах. Однажды я для второго канала снимала видео про свои страхи, я не помню, что я там говорила, я помню просто, что это было что-то очень важное, и что это было очень неплохо, как акт некой саморефлексии. Вот, и сейчас, наверное, я, может быть, даже где-то повторюсь, но это видео про страхи, которые у меня есть, и связанное именно с введением блога и с говорением о книгах. А три года назад, чуть больше, или чуть меньше, примерно три года назад, в моей жизни случилась не очень приятная ситуация, и это было похоже на лавину неких событий, которые в итоге выбили меня в не самое здоровое состояние. Я сейчас пытаюсь читать мой год отдыха и релакса. Это история девушки, которая целый год просидела на таблетках, антидепрессантах, седативных, вещах, которые снижают тревожное расстройство. Честно говоря, мне нравится книга во многом, и это та ситуация, когда мем смешной, ситуация страшная, вот, она во многом откликается во мне, и я не могу ее читать, потому что она очень тяжелая эмоционально для меня. Так вот, в моей жизни было нечто похожее, когда ты понимаешь, уже постфактум, в тот момент, когда это все происходит, ты это не осознаешь достаточно, вот, постфактум ты понимаешь, что ты не работал на 100%, на которые ты привык работать все это время. Скажем так, мой мозг сказал мне, стоп, здесь мы не можем больше, никак, мы не можем продолжать в том же духе, в котором ты продолжала. Сейчас я немного восстановилась, это очень здорово, и я вижу просто по своим читательским интересам, что ко мне вернулось желание читать книги, более серьезные и сложные, чем я читала все это время. Я читала романтическое фэнтези, я читала Young Adult, я читала какое-то количество научно-популярной литературы, которая была мне нужна, но и моя скорость чтения, и те жанры, которые я выбирала, они были довольно легкие, потому что читать что-то более серьезное я не могла. И это одна из вещей, которая очень отзывалась во мне в годе отдыха и релакса, потому что там главная героиня раз за разом пересматривала фильмы, которые она знала практически наизусть. Это похоже на то, что ты знаешь, какие эмоции ты будешь испытывать, и просто ходишь по проторенной дорожке, потому что идти на дорогу тебе неизвестную, ты не в состоянии, ты не сможешь по ней пройти далеко, ты упадешь. И после того, как это все произошло, и я вернулась в свой более привычный для себя ритм чтения, я тут недавно просто открыла для себя то, что я снова могу быстро и внятно читать некоторых академических авторов, на которых у меня просто не хватало головы надолго, чтобы читать их и заканчивать. И я могу читать объемные книги, потому что, фан-фэкт, я долгое время читала короткие книги, которые ты можешь прочитать за два дня, потому что если я начала читать что-то длинное, на каком-то моменте я просто ломалась из-за того, что мне его нужно дочитать, а вот я никак не закончила, и ощущение незаконченности некого действия, отсутствие вот этого факта завершения, который дает выплеск какого-то гормона, я не помню, как это называется, но меня дико бесило. Собственно, после того, как я начала чувствовать себя снова живой, я очень сильно пересмотрела свое отношение к чтению. Я поняла, что мне не нужно вести книжный блог. У меня нет внутренней потребности в том, чтобы это делать, потому что мне не хочется быть экспертом. И мне не хочется говорить людям, что они должны читать. Мне не хочется рассказывать о плюсах и минусах конкретных книг. Мне не хочется быть объективной. Мне не хочется быть идеальной. А мне хочется рефлексировать. То есть сам факт чтения и потребления контента, не только буквенного контента, в принципе какого-то контента, который меня окружает, книги, фильмы, аниме, музыка, занятия, театр, работа, статьи, журналы, все что угодно. Все, чему ты можешь дать оценку, оно сводится не к тому, чтобы найти что-то лучшее и потреблять самое лучшее, и быть самым лучшим, оно сводится к тому, чтобы получать удовольствие в процессе. Получать удовольствие здесь это не тот факт, что ты прочитал ископистскую книжку, и тебе от нее клево-здорово, и ты с ней отдохнул, а, скажем так, это сочетание полезности того, что ты делаешь, и удовлетворение, которое ты получаешь от этого действия. То есть для меня, например, чтение какой-нибудь литературы, которая дает мне почву для рефлексии, как, к примеру, сейчас я читала Новую Луну, Яна Макдональда, это научная фантастика, и, черт возьми, это нонсенс, что я читаю научную фантастику, и ее, в принципе, не люблю, она слишком холодная для меня, но эта книга дала мне такой заряд мотивации, причем, казалось бы, откуда, это совсем не та литература, в которой люди идут за мотивацией, но история, которая мне рассказана, и персонажи, которые там живут, они дали мне просто невероятный заряд сил, и невероятное понимание некоторых важных для меня вещей. Я не ожидала, что это придет оттуда. Ради этого я читаю. И вот мы переходим к страхам, про которые я хотела поговорить. Собственно, вот они и есть. Я очень сильно боюсь быть необъективной. И когда я заводила блог, мне казалось, что крутость контента в том, что ты даешь людям что-то первым, наиболее быстрым, чем все остальные, в том, что ты объективен и даешь трезвую оценку плюсов и минусов какого-то явления, какого-то события, какого-то текста, о котором все говорят. И таким образом ты влияешь на аудиторию, то есть ты получаешь некую власть над людьми, наверное, так. И мне казалось, что если ты ничего этого не делаешь, то есть если ты недостаточно объективен, если ты недостаточно быстр, если ты недостаточно широко охватываешь аудиторию, то нет никакого смысла садиться перед камерой и что-то там рассказывать. Мне кажется, что это была очень большая ошибка. Но с этим, собственно, связаны три моих основных страха. Мне кажется, что я недостаточно объективна, особенно сейчас. Сейчас я абсолютно необъективна. И, соответственно, я недостаточно экспертна. Мне кажется, что я недостаточно быстро все это делаю, потому что, знаете, многие из новых книг, которые все блогеры давным-давно прочитали, я даже не открывала их. Я читаю совсем другое сейчас. И последнее — это то, что я читаю не то, что интересно всем остальным. Люди любят что-то новое, люди любят что-то необычное, люди любят слышать о том, о чем говорят все остальные. И кто-то любит слышать подтверждение того, что да, это крутая вещь, все это любят, это круто. Кто-то любит, наоборот, слышать, что фу, все это любят, значит, это не круто. Поэтому у каждого своя аудитория. Мне не хочется говорить о том, что что-то круто, что-то не круто. В последнее время мне не хочется читать что-то, что мне не нравится. И тем более мне не хочется давать негативные отзывы на какие-то тексты, явления, события, всё что угодно, чтобы просто быть к этому причастной, чтобы быть кем-то, кто выступает против этого. Потому что мне очень дорого моё время, мои силы и мои эмоции, чтобы растрачивать их на что-то, что не принесёт мне той самой пользы и удовольствия. Я не спорю, я до сих пор люблю иногда разносить какие-то вещи и читать какой-то трэш, потому что это ощущение, что ты умный и всё давным-давно знаешь, оно бывает приятным и оно бывает нужным. Но мне не хочется на этом сосредотачиваться, этим заниматься. Мне хочется говорить о книгах, и мне хочется говорить о том, что мне нравится, и о том, что меня вдохновляет. Собственно, всё. А поэтому долгое время я пыталась понять, будет ли то, что я читаю, то, что меня вдохновляет, то, что мне нравится, интересно другим людям. Зачем-то вы здесь собрались, и зачем-то вы это смотрите, и зачем-то вы даже делаете выбор согласно тому, что я вам советую. Поэтому придётся, видимо, бороться со страхом быть необъективной, медленной и немножечко, по-своему, маргинальной, но до каких-то определённых пределов. И надеяться, что кому-то это будет интересно. Вот такие дела. Так что, если сейчас что-то поменяется, и, может быть, не в ту сторону, в которую вы надеялись, что оно поменяется, и, может быть, я начну говорить о всяких странных штуках, типа, например... Сейчас я вам покажу. Философия эзотеризма, хотя вряд ли я буду говорить на канале о таких вещах, не пугайтесь, это всё в порядке вещей, просто сейчас у меня сместились приоритеты, и я не хочу быть топовым книжным блогером, господи, потому что писать книги мне сейчас намного интереснее, чем рассказывать о книгах, и читать книги просто потому, что мне они нравятся, мне намного интереснее, чем быть экспертом. Экспертом. Страшное слово «эксперт». Какое-то очень священное слово. Все хотят быть экспертами, а я хочу быть любителем. А когда ты что-то любишь, очень сложно удержать себя в определённых рамках, особенно с книгами, потому что люди, которые любят книги, и влюблены в книги, я бы сказала, они всегда очень заражают всех остальных людей, и очень часто этой самой любовью. В принципе, любой человек, который что-то искренне любит и говорит об этом, он очень заряжает своей любовью окружающих. Так вот, книги — это такая штука, которая требует для их употребления, скажем так, определённый временной ресурс. И когда ты сталкиваешься с другим книголюбом, который рассказывает тебе, захлёбываясь от восторга о чём-то, тебе хочется присоединиться к этому. И очень важно удержать себя, когда ты понимаешь, что этот текст не твой, он не входит в сферу твоих интересов. Он может быть классным, он может быть крутым, он может быть социально значимым и важным. И как-нибудь я обязательно поговорю с вами о своём видении литературного канона и такого элемента, как социальная значимость некоторых вещей. Но этот текст тебе не нужен. Тебе не нужно его читать, потому что ты другой человек, и у тебя есть другие цели. Так же, как у меня, к примеру, нет цели прочитать все книги, которые вышли сейчас и пользуются спросом. Мне интересна очень маленькая область в этом потоке. И не всегда эти книги важны для литературного процесса, и не всегда они важны для больших аудиторий или для аудиторий, которые, может быть, маленькие, но очень влиятельные. Не всегда эти книги даже хороши с художественной точки зрения, но они нужны мне, и я читаю их, потому что это важно для меня и для моего способа познания мира. Так что, пожалуйста, не удивляйтесь, если я буду говорить про книги, которые я не читала, и говорить свое мнение о том, что это такое, и зачем оно нужно, если мне кажется важным это упомянуть. Не удивляйтесь тому, что я буду не дочитывать книги, и мне очень понравилась эта вот штука с 5 или 10 страницами, которая, оказывается, есть в виде три-чаптер, когда люди читают главу или несколько глав. Мне кажется, лучше читать несколько глав, тогда будет более объективно. Мне очень хочется избавиться от тех книг, которые есть у меня в доме, потому что я понимаю, что многие из них потеряли свою актуальность. Поэтому я планирую сейчас попытаться читать некоторые из них и решать, нужны они мне, или это была импульсивная покупка, или это был какой-то ненужный подарок. И самое главное, я думаю, что долгое время здесь не будет каких-то негативных рецензий, потому что мне кажется, что это не круто. Ну, как сказать? Я читаю бестолковую литературу. Мне нравится этот термин. Его предложила одна моя подруга, когда мы общались на тему всяких бестолковых книжек, которые легкие, местами нелогичные, но очень притягательные. Периодически я читаю такие вещи, особенно когда мне приходится параллельно читать что-то более серьезное и иногда даже триггерное для меня. Я так успокаиваюсь. Но мне не очень хочется про них рассказывать, потому что люди, которые потребляют такой контент, они вряд ли будут потреблять другой контент, который мне интересен. И мне не хочется приглашать на канал фанаток Елены Звездной при всем уважении к трудолюбию этого человека и при всем моем понимании того, что Елена Звездная это феномен по-своему, и свою аудиторию она однозначно заслужила, потому что делает она то, что цепляет. Не меня, других людей. Но я хорошо понимаю, что вряд ли эти люди будут читать какие-то другие вещи, о которых я буду рассказывать и которые мне интересны сейчас. Это странное ощущение, когда ты пытаешься соединить две несоединимые штуки и понимаешь, что в итоге от чего-то придется отказаться, потому что здесь оно не совсем нужно. Рассказывать вам про бестолковые книжки, говоря, что это плохо, я не хочу. Это неплохо. И если раньше я читала разные вещи и рассказывала об их недостатках, о нестыковках сюжета и обо всем остальном, потому что это было весело и казалось мне веселым, то сейчас мне не хочется этого делать, потому что, во-первых, я уже рассказала все, что я хотела рассказать, и дальше это будет просто повторение и выискивание схожих паттернов в других текстах. Они не меняются, поверьте мне. Я могу просто однажды сделать такое саммари по своему опыту и рассказать обо всех этих логических косяках в бестолковой литературе. В Румфанте и Мальчик Колумб, в Фэнтези, однажды я это сделаю. Но докапываться до каждой книжки я не хочу. Спасибо! Один раз вы увидели, больше не надо. Мне бы хотелось сделать что-то более конструктивное. И мне бы хотелось говорить не объективно, потому что я устала быть объективной. Я устала делать вид, что то, что я читаю, это самое лучшее. Или если я что-то не читаю, мне не нравится, значит, что-то плохо. Каждый из нас переживает определенные эмоции и читает по разным причинам. Кто-то читает, потому что ему нравится решать задачи, кто-то читает, потому что ему нравится плакать, кто-то читает, потому что ему нравится проходить через эмоциональное напряжение, кто-то читает, чтобы испугаться, кто-то читает, чтобы почувствовать себя умным, кто-то для того, чтобы почувствовать некое тепло, приложить к себе книгу как подорожник, а поэтому у всех разные цели, и впечатления, естественно, у всех очень разные. И у меня есть свои впечатления, которые не зависят от художественной ценности книг, поэтому я буду стараться говорить о том, что меня зацепило так или иначе. Есть вещи, которые зацепили меня с не очень хорошей стороны, про них я тоже расскажу. Вот, это всё, что я хотела вам сказать сегодня, и это получилось очень личное видео, мне кажется, поэтому готовьтесь, по всей видимости, к тому, что дальше так и будет, потому что мне, правда, мне очень сильно надоело хотеть быть объективной, бояться быть необъективной, бояться не успевать и бояться, что я не даю что-то всеобъемлющее. Я человек, который любит всё структурировать, который любит, когда всё систематизировано, проанализировано, превращено в некую систему. И подано видит табличек и схем, претендующих на объективность, но для того, чтобы делать такие вещи, нужно тратить очень много интеллектуального ресурса, и не везде мне его хватает. На книге теперь точно не хватает. Может быть, я когда-то к этому вернусь, но сейчас мне важнее некая эмоциональная отдача и восприятие, и те важные штуки, которые я беру из текстов. Наверное, потому что, когда ты начинаешь сам писать тексты, ты понимаешь, что не всегда они получаются такими, какими получаются в схемах, в черновиках. И начинаешь иначе относиться к историям и к наполнению этих историй смыслом. Наверное, так. Спасибо, что посмотрели, и я надеюсь, что вы меня поняли. И дальше всё будет ок. И ещё я надеюсь, что я всё-таки как-то поправлю вот это вот состояние предвинутости дивана к подоконнику, потому что мне приходится сидеть немного вытянувшись вверх, и это, честно говоря, не очень удобно. Но это уже мелочи жизни. Всем пока!